Здравствуйте, друзья! В эфире последний на этой неделе выпуск 3D News Daily с подборкой новостей из мира высоких технологий. Предложение бесплатно обновиться до Windows 10 для пользователей семерок и восьмерок, кажется, не зря называли сыром в мышеловке. После установки последнего крупного обновления системы Creators Update, миллионы владельцев планшетов и ноутбуков на базе процессоров Atom обнаружили, что текст, иконки и другая информация отображаются как цветные блоки или полоски, а то и вовсе не отображаются. В Microsoft пояснили, что проблема заключается в аппаратной несовместимости. Чипы Atom были выпущены в эпоху Windows 8 и не выдержали конкуренции с процессорами ARM. Сейчас они уже не получают полноценной поддержки от Intel, из-за чего и возник конфликт с новейшим пакетом обновлений. Но Microsoft заверила, что разберется в ситуации и продолжит выпускать апдейты для таких устройств вплоть до января 2023 года. Правда, есть одно но. Речь идет только об обновлениях безопасности, а различные новые возможности для операционки в такие заплатки включаться не будут. В прошлом году рынку носимых устройств прогнозировали стремительное развитие, но уже весной ажиотаж вокруг умных часов и фитнес-браслетов начал стихать. Ожидается, что годовой рост по итогам 2017 окажется вдвое меньше, чем в прошлом. Спад интереса потребителей к электронике этой категории усугубляется высочайшей конкуренцией. В сегменте доминирует Apple, доля которой составляет 53%. Если Samsung и Xiaomi удается держаться на плаву в этом бизнесе, то другим видным игрокам хай-тек индустрии, в том числе и таким монстрам, как Intel, везет меньше. Три года назад калифорнийская компания купила стартап Basis, разрабатывающий гаджеты для мониторинга и анализа физической активности. Но, похоже, приобретение себя не оправдало. По слухам, в этом месяце Intel полностью расформировала подразделение носимой электроники. Назвать эту новость удивительной нельзя. Еще прошлой осенью сообщалось, что Intel на 80% сократила штат Basis, а в финансовых отчетах компаний вообще нет данных о деятельности группы. Поговаривают, что корпорация решила переключиться на другое перспективное направление – устройство дополненной реальности. Умные гаджеты для измерения пульса и потоотделения и правда нужны не каждому. А вот устройство для регулирования температуры воздуха может пригодиться практически всем. Например, такое, как термостат Glass от Microsoft. Он оснащен сенсорным дисплеем, не только позволяющим изменять температуру окружающей среды, но и показывающим информацию о пригодности воздуха для человека как в помещении, так и снаружи, количестве потребленной электроэнергии в вашей квартире, да еще и напоминающей о запланированных встречах в календаре. Glass работает под управлением специальной версии Windows 10 для интернета вещей и имеет встроенную картану, так что управлять им можно при помощи голосовых команд. В разработке устройства участвовала компания Johnson Controls, создавшая первый в мире электрический комнатный термостат. Учитывая, что Glass поддерживает облачное хранилище Azure, можно предположить, что гаджет ориентирован на корпоративных клиентов. Microsoft пока не рассказала ни о цене термостата, ни о том, смогут ли его купить обычные смертные, в том числе те, которых уже утомили разговоры с умными холодильниками и тостерами. Больше новостей ищите на 3dnews.ru и не забудьте подписаться на наш канал. До встречи на следующей неделе, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok